Сегодня я расскажу вам о том, как сказали восстановление Грибинга, и расскажу вам о том, почему. Как известно, летом 21 года у меня, наш Александр Владимирович дал посвящение Министерству культуры рассмотреть вопрос о реализации в рамках школьных программ, подготовить программу для школьников о влиянии отечественного кино, о наследии отечественного кино. Наследие отечественного кино – это целый список известных фильмов. Вам, конечно, безусловно, они известны, но он достаточно большой. И очень много фильмов, об этом говорят киноведы, несмотря на железо, которые созданы в советской стране, были произведены под влиянием Голливуда. Между тем, сам Голливуд тоже возник не без действий русских кинодеятелей. И, собственно говоря, вот об этом я сейчас и расскажу. Основателем Голливуда все называют Лазария Яковлевича Мэйра. Это бизнесменка, уехавший из Российской империи в конце 19 века и в начале 10-х годов, когда на Голливудских холмах стали организовываться первые киностудии, он был одним из тех бизнесменов, который купил там павильон. Буквально в этот же момент еще существовала такая киностудия, как «Нестер». Вот еще в 11-м году она появилась вместе с Голливудом. Это была кинохроникальная киностудия, судя по всему, названная людьми, которые прекрасно знали, кто такой Нестер. Это летописец, кинохроникальная киностудия. Ну а в 17-м году Лазарий Яковлевич Мэйр организовал, он назывался тогда на тот момент Луис Мэйр, организовал «Луис Мэйр Питчерс». И в 34 года он выпустил первый свой полнометражный фильм как кинопродюсер. Причем, почему он считается отцом-основателем Голливуда? Ну, во-первых, он сформулировал, вернее, он сформулировал для всех остальных кинодеятелей мира определенные постулаты, которые говорят о том, как сделать хорошее кино. И одно из тех правил, которые до сих пор действуют, это правило «в кино должен быть очень интересный артист, на который пойдут зрители». Чем это хорошо? Это хорошо тем, что, ну, конечно, кино в начале 20 века было интересно всем, люди голосовали рублем, шли в кинотеатры. Ну, один раз по меньшей мере можно было бы сходить практически на все, это было интересно даже посмотреть документальное кино, как строят Empire Building в Нью-Йорке. Второй раз? Ну, уже нет. Третий тем более. Но если там работает интересный артист, и тем более, там имеется завлекательный сюжет, человек пойдет второй, третий раз и четвертый. И Мэйр стал именно тем продюсером, который заработал на этом свои деньги. Вот, в частности, в 34 года он переманил уже на тот момент звезду немого кино, она была всем интересна, Аниту Стюарт, и человек, который никого еще не знал, это сделал и получил свои заветные деньги. Далее он, но это уже после того пошло достаточно много выдающихся хороших фильмов, в 24 году заключил соглашение с другими кинодеятелями из Голливудских холмов, с Маркусом Лоу, Николасом Шенком. Они владели студиями Metro Pictures и Golden Pictures. Только вот Николаса Шенка звали Николас Шенкер, и был он родом из Минска. Но не один такой продюсер из Минска, как, впрочем, и кинорежиссер, о которых я сейчас расскажу, его старший брат Иосиф Михайлович Шенкер, или Джозеф Шенк, был одним из основателей 20 века Фукс. И эти три кинодеятеля стали основателями кинокомпании, которая работает до сих пор, это Metro Goldwyn Mayer. И она является, ну, наверное, самой крупной до сих пор кинокомпанией в Голливуде, действующей крупной кинокомпанией в Голливуде. Но при том, что Майер, получается, Metro Goldwyn Mayer третий, он остается отцом-основателем. Голливуда еще вот почему. В 1927 году он предложил создать Американскую киноакадемию, то есть Академию кинематографических искусств, и присуждать приз, который он же назвал «Оскаром», за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую актерскую деятельность вообще, то есть какие-то вклады. Это все разработал Лазарь Яковлевич Мэйер. И что самое интересное, первый «Оскар» получил, первый «Оскар» за режиссуру получил человек, который является выходцем из Российской империи. Это тоже человек еврей, как и Мэйер, безусловно. То есть они говорили не только оба на русском языке, но еще и на идиш. В 19-м году он приехал из Российской империи, его звали Лейб Менделевич Мильштейн, и он только что закончил Кишиневское реальное училище, он был такой конструктор. Его взяли на кинокомпанию «Орнер Бразов», потому что он здорово делал, быстренько так сколачивал декорации. И достаточно быстро этот мужчина, который стал называть Льюис Майлстоном, от рабочего на площадке стал кинорежиссером. Как человек довольно проницательный, он быстро понял, что самое интересное людям – это кинокомедии, и первый его фильм был «Семь грешников» – это кинокомедия. Ну а в 1929 году, когда впервые все-таки состоялась церемония «Оскара», он получил свой «Оскар» за, опять же, кинокомедию «Два аравийских рыцаря», это уже в 1929 году, из рук, кстати, Мейера. И, опять же, как человек довольно-таки умный, он понял, что все равно нужно делать что-то серьезное, важное, и следующий его фильм по роману Эриха Марии Ремарко «На западном фронте без перемен», это тяжелая военная драма, сразу после комедии он делает тяжелую военную драму, и, опять же, успех. Он получает «Оскары». То есть, как видите, Голливуд начинается с нашими выходцами из Российской империи, то есть людьми, воспитанными все-таки в российской культуре, и режиссеры тоже, тогда еще не готовили режиссеров никак, ни в каких школах, режиссерами тоже оказываются выходцы с пространства Российской империи. И о следующем человеке я хочу рассказать, наверное, более подробно, потому что Анатолий Михайлович Литвак удивительным образом оказался в Голливуде. Это человек, который родился в Киеве, а приехал в Санкт-Петербург молодым юнцом, поступил на философский факультет Санкт-Петербургского тогда еще университета, и революционные идеи ему были не чужды. Он был революционером, он учебный, было очень интересно, но в какой-то момент он понял, что актерское мастерство ему интереснее больше. При Санкт-Петербургском университете были актерские всевозможные студии, тогда это было очень популярно, он стал посещать. И несмотря на то, что он был горячий сторонник революции, он же отправился работать, работать в конце концов нужно, на студию Нордкино. Сначала был тоже механиком, статистом, а дальше даже начал снимать кино по собственному сценарию. И в Советском Союзе у него есть два фильма, как минимум, на студии Нордкино. Это «Самый юный пионер», краткометражка, он сам написал сценарий, сам нашел ребенка, все сделал сам. И снял кино «Самый юный пионер» о приключениях девочки в тылу белогвардейцев. Она сражалась против белогвардейцев, детям очень нравилось кино, небольшое. И полнометражный фильм «Татьяна». После полнометражного фильма «Татьяна», в котором, к сожалению, он не сохранился, какие-то кадры от «Пионера» еще есть, от «Татьяны» нет, было понятно, что он обладает каким-то интересным монтажным чутьем. Ну, еще, наверное, чутьем от того, что происходило в стране. И в 20... Где-то, наверное, в 24-м он уехал в Германию как приглашенный монтажер. Его попросили смонтировать... Ну, я думаю, что он как-то договорился, его пригласили смонтировать фильм. Дальше он снимал фильмы в Германии, во Франции, и в конце концов Анатолия Литвака, Анатолия Михайловича Литвака пригласили в Голливуду «Онер Бразерс» и «20-й век Фокс». И там он показал себя, поскольку все-таки человек с философского факультета Санкт-Петербургского универа, он показал себя очень умным и деятельным режиссером, понимающим драматургию, понимающим, что такое сюжет и как он влияет на зрителя. И у него, помимо известных фильмов, скажем так, «Змейная яма» 48-го года с популярной голливудской актрисой Оливией де Хевиленд. Это, кстати, вы знаете эту актрису, она играла в «Унесенных ветром» Мелани. Это именно она, и кинолента была номинирована на «Оскара». Но на самом деле, как это ни странно, работая в Голливуде, Анатолий Михайлович оставался еще такой, тем не менее, оставался каким-то идейным, идейным патриотом России. Где-то в 45-м, в 45-м году выходит документальная лента, она выходила в цикле, документальная лента, которая называется именно так. и так далее. Вижу, что что-то со звуком, звук пропадает, да, ну вот я, честно говоря, очень надеюсь, что все восстановится, у меня просто нет никаких данных. Так вот, битва за Россию, кинокартина, документальная кинокартина, из-за которой Анатолий Михайлович Литвак чуть не вылетел с Голливуда, потому что борьба против каких-то коммунистических идей там происходила всегда, а здесь американцам показали о том, что Россия всегда интересовала Запад именно с точки зрения как бы ограбить эту страну, получить от нее все возможные какие-то богатства, причем желательно почти бесплатно. И, конечно, ему какое-то время это не простили, даже не давали снимать, хотя он действительно, как я говорю, человек идейный. Тем не менее, Анатолий Михайлович Литвак потом продолжил свою работу, он снимал в Голливуде, снимал во Франции в 70-х годах, последний его фильм «Дама в очках и с оружием в автомобиле», это такой же больше детектив. Тем не менее, он работал до самой смерти и после того, как в 78-м году он скончался, в его завещании был пункт о том, чтобы его кремировали и прах его развеяли в любимом Санкт-Петербурге. То есть, несмотря на то, что он скончался за рубежом, его вдова приехала по турпутевке в нашу страну и выполнила волю своего мужа. То есть, это голливудский режиссер, оказавший большое влияние на очень многих режиссеров Америки, оставался до конца своих дней таким россиянином-патриотом. А уж причины, по которой он в 2024 году уехал в Германию, мы можем только догадываться. Скорее всего, именно потому, что не смог бы он дальше работать, это точно. Ну и давайте дальше посмотрим на еще один фотографии. Я включила в этот список актрису Аллу Назимову, именно потому, что она олицетворяет с собой вообще удивительную судьбу. В Голливуде состояться в 37 лет, это не сейчас, не тогда, это практически невозможно. Между тем, у Аллы Назимовой это получилось. Кто она такая? Это тоже выходец из еврейской семьи, ее зовут по-настоящему Далаида Яковлевна Левентон. Она родилась в Ялте в семье евреев-аптекарей и грезила она сцене с самого начала. Она закончила ялтинскую женскую гимназию, там выступала во всех возможных мероприятиях, потому что она была еще замечательным музыкантом. Она закончила по классу скрипки при Одесском обществе, любители музыки, тогда женщины, особенно в консерваториях, не учили. Но вот она еще закончила курс скрипки и выступала в Одессе на многих мероприятиях благотворительного плана, на рождественских балах, она играла композиции сольные, с оркестрами. Единственное, что отец ей это делать запрещал. Он был категорически против. Жила она с отцом, там была очень тяжелая семейная драма между отцом и матерью. Мать была вынуждена уехать, остаться, вернее, в Швейцарии, где они какое-то время жили, и она росла без матери фактически, с отцом, а отец был, что называется, деспот. И ничего он ей не разрешал. Она выступала уже тогда, в 14-15 лет, под фамилией Назимова, просто не Алла, а Адель. Она, все называли дома Адель, она была Адель Назимова. Ну, так продолжалось. Недолго, в 17 лет она решила, что она должна стать актрисой. Тем более, что договорилась. На тот момент отец уже болел. В свои руки весь семейный бизнес взял брат. А брат был, скажем так, не очень удачливым бизнесменом. Уже все понятно, что деньги швах. Она взяла последние какие-то достаточно крупную сумму и поехала в Москву. Тогда уже Станиславский открыл актерскую школу. Она поехала учиться актерскому мастерству у Константина Станиславского. Самое интересное, что практически такая же, я не скажу про семью, но практически похожая ситуация произошла спустя 8 где-то лет в другой еврейской семье, которая жила, если я правильно помню, в Таганроге. Юная Фаина Фельдман тоже взяла деньги спустя 8 лет и поехала в Москву становиться актрисой и попасть, заплатить, попасть в актерские курсы к Константину Станиславскому. Но Фаина Фельдман, которая стала впоследствии Фаиной Раневской, не была столь жесткой женщиной. Она была наоборот, с деньгами не очень дружила. Она приехала в Москву и все у нее украли. Поэтому на студию при МХАТе она не попала. Ну, а Ална Зимова попала. Она приехала, поступила в студию. Человек, который прекрасно играл на музыкальных инструментах, пел, конечно, ее учили. После того, как она окончила курсы при МХАТе, она работала во МХАТе и в других российских театрах. Работала у нее была, ну, наверное, для тех лет самая сначала обычная актерская судьба. Она выходила замуж за одного антропренера, с ним уезжала в один российский город, там с какой-то там антропризой потом. Они разбегались, она находила другого, с ним уезжала и так далее. И так происходило какое-то время, пока они не уехали на гастроли с очередным мужем, на гастроли в Германию. Это был 1904 год. Уже Станиславский работал, имел имя, скажем так, и в Европе. Люди, близкие к актерской профессии, режиссеры, тогда уже появлялись актеры. Им было интересно, что делал Константин Станиславский, Немерович Данченко в России. Они исследовали природу актерского мастерства, разрабатывали методики об этом. Тем более, что это время новой граммы, появление новой драматургии, к которой относятся у нас и Антон Чехов. И она была интересна, интересна в Германии, интересна во Франции. Она выступала на различных французских и германских подмостках какое-то время. И потом переехала в Нью-Йорк выступать на Бродвее. Выучила язык. Она прекрасно говорила по-немецки, но английский ей пришлось выучить. Выучила язык. И, как я уже говорила, в 37 лет, то есть в 16-м году, она попала в Голливуд. Попала именно в компанию Майера. То есть Лазаря Яковлевича нашего Майера подписала с ним контракт и стала работать у него. Снялась в нескольких фильмах. Ну, наверное, до 40 лет, вот где-то 3 года у нее было все в порядке, все хорошо, она нравилась. Потом произошел провал с картиной. С одной, она поняла, что у нее какой-то, ну, практически она вот может закончить карьеру. И здесь случилось ее удивительное знакомство с выходцем из Италии, который приехал по карьеру, тоже Рудольф Валентина. Он был танцовщиком. И в Майере снялись в одном из фильмов, и это был фурор. Но фурор именно в том плане, что очень понравился Рудольфу Валентину, ну, и заодно, конечно, он поднял планку, поднял популярность и Али Назимовой. Собственно говоря, вот почему еще я хотела о ней рассказать. Она вот тот человек, который поняла, ну, и опять же, человек, воспитанный в театральной школе, что существует, вот как сейчас современные актеры говорят, про ВОЗ. Когда есть антропризная постановка или какой-то коммерческий фильм прокатный, в котором должен быть хотя бы один суперактер, на которого пойдут зрители. Тогда все остальные как-то уже подтянутся, все будет коммерчески успешно. И она, получилось, что сама сделала такого вот паровоза Рудольфа Валентина, буквально, вот она снялась с ним в фильме «Дама с камелиями», и это произвело фурор. Удивительным образом юноше понравился... Я хочу вам показать небольшой отрывок из... Этот отрывок... Сейчас я попробую найти, где у нас это все лежит теперь. Так, 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 так... Этот ролик... Куда он так? У нас мог... Файлы... Файлы... Давайте сейчас попробуем. Мы как раз с вами увидим... Он... Это уже современная обработка. Я надеюсь, что он сработает. Ага. Так. Сварление... Я попытаюсь сейчас звук тоже выключить. Он уже нужно. Больше сорока лет. Здесь надо отметить, что вот как эта женщина сумела сохранить себя, при том, что у нее совершенно драматичная судьба. А рядом с ней как раз Рудольф Валентина. Человек, который скружил голову, наверное, всему женскому населению в США в тот момент. В него были влюблены все девушки. Это что-то было невероятное. Стояли очередями. Кинотеатры покупали билеты бесконечно. Смотрели каждый день, ходили на него. Он был невероятно популярен. Хотя изначально он был в кадре достаточно деревянный. И Алла Назиму сумела обучить его таким образом. Я так прикладываю. И... И... Видите... Буквально вот... Небольшой отрывок. Здесь какие-то еще персонажи. Это отрывок из фильма Ками. И... Собственно... Давайте посмотрим. Я надеюсь... Видите мне, если вы все-таки меня слышите. Я не пойму, что со звуком. Мне тут показывают разные совершенно... Какие-то... То есть все-таки кому-то что-то слышно. Спасибо. Замечательно. Еще раз повторю. Обратите внимание. Человек больше 40 лет. Выглядит в начале 20 века прекрасно. Прекрасно. Ну, работа... Это другой вопрос. У него какие-то свои были. И Рудольф Валентина становится звездой Голливуда на тот момент. Что-то происходило вообще несусветное с его популярностью. И... Дальше... Как раз... Зимова приняла решение, что она вернула свою славу. И... Спасибо. Вижу, идет звук. Все прекрасно. И в этот момент происходили два важных события. Во-первых... Лазарь Мэйер как раз заключал договор с остальными кинодеятелями. И его Мэйер Пикчерс превращалась в метро Голдвин Майер. Соответственно, один контракт с Аллой Назимовой заканчивался. Они хотели предложить ей другой. Но она решила, что она и сама с усами. И не стала заключать договор с новой компанией. Решила сформировать свою. Называлась она Назимова Продакшн. На тот момент в Голливуде была уже одна кинокомпания. В которой одной из владельцев была женщина. Это было United Artists. И одним из основателей ее была Мэри Пикфорд. Поэтому, собственно, ничего такого нового Алла Назимова не сделала. Но, наверное, все-таки продюсер из нее был хуже, чем актриса. Ставить она решила ни много ни мало о Соломее по Оскару Уальду. Как мы все знаем, сюжет этой истории происходит до нашей эры. Соответственно, нужно было построить декорации, сделать интересные костюмы той эпохи. И для этого она пригласила свою подругу, художницу Наташу Рамбову. Вот на имени этой женщины я хочу остановиться. Судя по всему, Наташа Рамбова должна быть выходцем из Российской империи. Но на самом деле это не так. Наташа Рамбова оказалась у Инфрид Кимбл Шонесси. Самая настоящая американка, стопроцентная. Но, видимо, в тот момент в Голливуде считалось, что самые лучшие специалисты во всех делах. Художественных, актерских, режиссерских. Все-таки, наверное, выходцы из Российской империи. Иначе бы зачем ей такой псевдоним. Наташа Рамбова оформила ей, соответственно, кино. И, к сожалению, к великому играть Рудольфа, Валентина, там было нечего. Он не мог играть ни Ан Крестителя, ни Ирода. А вот сама 40-летняя Ауна Зимова играла Соломею. Ну, возможно, когда-то в ее жизни, видимо, эта пьеса, эта роль была эпохальной. Дала, наверное, ей толчок какой-то актерский или толчок славы. Но здесь произошло ровно наоборот. Фильм не имел никакого успеха. На него никто не пошел. Он оказался коммерчески провальным. Между тем, как я уже говорила, дорогие декорации, дорогие костюмы. То есть Алла Назимова вложила все имеющиеся деньги. Так, и что-то там со звуком у меня, да? Нет? Все нормально. Все имеющиеся деньги. И фильм провалился. К сожалению, Алле Назимовой пришлось объявить себя банкротом в Голливуде, собрать вещи и уехать. Уехала она обратно в Нью-Йорк, на Бродвей, где ее еще помнили и помнили ее успех. Она вернулась к своей театральной деятельности, снималась она потом в кино, но в эпизодических ролях. А вот Рудольфа Валентина произошло совершенно невероятное дальше событие. Он женился на Наташе Рамовой, потом развелся, потом женился и так далее. Это было очень много различных браков. Но в какой-то момент этот замечательный, красивый молодой человек в возрасте 31 год погиб на операционном столе. Это была врачебная ошибка, и вместо аппендицита оказалась язва в 31 год, чего врачи никак не ожидали. Но смысл не в этом, а в том, что когда он умер, то в Америке, по Америке прокатилась волна суицида. Молодые девушки кончались с собой, причем припегали на его могилу. Это было что-то невероятное. И о том, насколько это было страшно и у всех на устах, вы, наверное, тоже можете судить, если вспомните фильм, который вы видели обязательно в джазе «Только девушки». Там есть такой эпизод, когда милашка с Ю со своим винстоком пришли в агентство Полякова, и они звонили, искали себе контрбасистку и саксофонистку, и там была такая реплика, что там какая-то вскрыла вены после смерти Валентина. Хотя это уже был какой, собственно, 35-36 год по сюжету фильма «Джазе только девушки». Но, тем не менее, все еще продолжалась волна суицида, об этом как раз и говорит это кино. Ну и для американских зрителей это было все очень понятно, хотя они к этому уже относились так с юмором. Все-таки прошло достаточно много времени. Так что вот на актерскую судьбу этого человека, этой звезды Голливуда огромное влияние оказала именно Алла Назимова, ученица Константина Станиславского. Об этой женщине я хотела сказать именно как раз в рамках Наташи Рамбовой, художницы кино, потому что Варвара Андреевна Каринская, точно так же, как и очень многие художники кино того времени, не имела никакого художественного образования, но она имеет славу в Голливуде до сих пор. Причем приехала она, как видите, вообще в возрасте 53 года работать в Голливуд. А до этого у нее была очень интересная сложная судьба. Она родилась в Харькове, ходила в Харьковский университет, слушала курс права. То есть она была таким, мало того, что из богатой семьи, так еще и достаточно умной и сильной женщиной. Затем она вышла замуж за одного, родители отправили ее к купцу, она пожила в Санкт-Петербурге, потом в Москве. Но интересы у нее были художественные. Она рисовала, рисовала из-за костюмов. И буквально накануне революции она познакомилась с огромным количеством деятелей искусства, в том числе с Марком Шагалом и, очень важно, с будущим наркомом просвещения СССР Луначанским. Он искусствовед, тоже человек такой творческий. Вот они оказались как-то даже в одном салоне. И до революции, при его, кстати, тоже содействии, она даже организовала на Кузнецком мосту что-то вроде выставки своих эскизов для балета. Она очень любила балет. И этими эскизами заинтересовались сотрудники и Большого театра, и в дальнейшем те сотрудники, которые работают с Джорджем Баланчаным, они познакомили ее с Баланчаным. И даже злые языки говорят, что современная пачка у балерин – это вообще изначально придумка коринфской. Потому что в конце 19 века, в начале 20 века балерины выступали не в пачках, а в юбках, в которых были вставлены, в длинных юбках чуть ли не по колен, вставлены такие, можно сказать, китовые усы, которые держали форму, чтобы можно было поднимать ноги. И как раз Варвара Андреевна Каринска предложила ее покороче сделать, чтобы балеринам было удобнее работать. И вот таким образом она завоевала себе какую-то определенную славу. Дальше случилась революция. Она была замужем за белогвардейским офицером, попыталась с ним бежать из страны, но ничего не получилось. Она вернулась в Москву, вышла замуж за сына Саввы Мамонтова, Владимира, известного купца. И как раз тут подошло время НЭПа. Она когда... ...мерческий салон костюмов сшила. Так. Ой-ой-ой, что ж там у меня тут... Меня слышно? Я просто... Нажмите чего-нибудь, я посмотрю, слышно меня или нет. А то что-то мне тут выскочило. Слышно кому-то, слышно. Ой, замечательно. Спасибо большое. Потому что у меня тут плохое соединение, меня не слышно. Хорошо, тогда я продолжу. Спасибо. Она открыла салон, она открыла школу вышивальщиц. У нее пошли дела очень хорошо. И как раз НЭП закончился. И все, что она открыла, и школу вышивальщиц, и салон меховой, салон шляпный, салон, все национализировали. Она осталась безо всего. Обиделась и поговорила с Луначалским. Он помог ей выехать, как бы вывозя какие-то рисунки в качестве выставки. То есть как бы она поехала устраивать выставку в Берлине. Ну, а дальше Берлин, Париж. И Варвара Андреевна Каринская приезжает в Нью-Йорк. Приплывает. Тогда можно было только приплыть на теплоходе в Нью-Йорк. И, соответственно, надо было заниматься. Денег в конце концов все кончилось. Надо было заниматься, работать. Оказались, помогли связи. Опять же, тоже, как вот во Франции, помог Марк Шагал. С всякими возможностями к театру примкнуть и помогать художникам придумывать костюмы. Здесь то же самое. Сначала она работала на Бродвее, а потом ее позвали в Голливуд. И вот в Голливуде в 1948 году она получила Оскар за дизайн костюма к фильму Жанны Дарк с Ингрид Бергман. Это такое, знаете, событие, потому что женщины-художницы, да еще без образования, получить Оскар, да еще 53 года, все это дорогого стоит. Ну и давайте перейдем к следующей личности. Ох-ох-ох, нет, не к ним, не к ним. Нет, давайте у нас сейчас мы поговорим про Михаила Чехова. Дело в том, что актерское мастерство в Голливуде... Ну, так, звук идет. Хорошо, спасибо. Актерское мастерство в Голливуде, понятно, артисты выступали кто во что гораст, и именно как же художники. Поэтому те артисты, которые пришли в Голливуд с русской школы, очень ценились. Все деятели кино, и европейские, и голливудские, все, кто имели отношение к театру, они с интересом наблюдали за тем, что происходило в России в начале 20 века. У нас здесь шло исследование актерской методики, и делал это не только Станиславский, это делали многие последователи. И поэтому актеры-то были интересны, из России очень. В 1939 году туда приехал человек, о котором они все уже слышали на тот момент, и он открыл там свою школу актерскую, Михаил Александрович Чехов. Кто такой, собственно говоря, Михаил Александрович Чехов, и на тот момент ему уже, когда он приехал, было достаточно много лет. Это племянник, как мы все знаем, племянник Антона Павловича Чехова. Это сын его старшего брата Александра, причем сын незаконно рожденный. Но это сути не имело никакой. Александр Павлович был такой человек, у него и первые дети. От первого брака там не брак. Сам Александр закончил физико-математический факультет Московского университета. Прошу прощения, Московского университета. Был человеком весьма одаренным, очень умным. Он знал шесть языков, печатался во многих изданиях. Он был известный публицист. В какой-то момент он и привел своего младшего брата в газеты работать. И он не оформлял брак своей первой женой, у него там было двое детей, но нанял им гувернантку. И вот гувернантка родила ему сына Михаила. Это Михаила, который, соответственно, по отцу, ему в конце отчество дал, конечно, отцовство Чехов. И с этой фамилией, естественно, юноша хотел, не собирался он стать писателем, но он хотел стать актером. Несмотря на то, что Антон Павлович Чехов, это новая драма, это работа со Станиславским, начинает свою актерскую карьеру он вообще не у Станиславского. Учиться он уехал в Санкт-Петербург в актерскую школу при Суворинском театре. Это ныне БДТ в Питере. И там же он достаточно долго работал. Только уже в возрасте опытном он переехал в Москву, пришел к Станиславскому работать в Амхат. Но Станиславский опять же с ним почему-то ничего не ставил. Как актер он раскрылся не у него, а у Вахтангова, 5-й студии на Павловской. И уже будучи актером вахтанговского театра, у Вахтангова он получил звание народного артиста РСФСР. То есть человек он был такой же титулованный, уже разведенный. А, кстати, женился он на племяннице Книпер, Ольге. То есть она была Книпер, уже имела отношение к семье Чехова. И вот вышла замуж за него, Ольга Чехова. И они оба работали во Амхате. Когда Амхат выехал на гастроли, он был 27-й год, у них уже был ребенок. И суть по тому, что они свою дочь забрали с собой, они изначально не собирались возвращаться. Они ее взяли, выехали в Германию и остались, но порознь. Они уже были в разводе, остались там. Он работал в Германии, во Франции, после чего переехал в Голливуд. А Ольга Чехова осталась в Германии. Когда там был в Германии, Гитлер очень пристально наблюдал за тем, что происходит в его кинематографе. И он с Ольгой Чеховой был лично знаком. Все это очень интересное. И в Германии, в Германии, в Германии, он переехал, а в 1939 году вообще уже был на Бродвее и в Голливуде. Его школа оказала, актерская школа, оказала огромное влияние. Он разработал свою собственную методику, которая, безусловно, базировалась на методике Станиславского. Только разница в том, что он ее более так ускорил. Если Станиславский предлагал актерам сначала зафиксировать какие-то свои реакции, сходя из своего характера на то, что происходит вокруг, а потом уже, прочитав, какой ты персонаж, как ты играешь, какие там характеристики, представить, в чем отличие, в чем похоже, как бы при этих же предлагаемых обстоятельствах этот персонаж работал. То есть достаточно такая долгая работа, это же психологический театр. То Михаил Чехов, поскольку, тем более, что он сразу же стал готовить актеров для кино, он предлагал сразу все быстро это делать. То есть брать по ходу сценарий, смотреть, какая основная фишка у этого персонажа. У него какие основные характеристики. И уже, применяя их на себя, представить, как бы он предлагаемых обстоятельствах себя делал, как бы он открывал дверь, как бы Гамлет открывал дверь ногой шпага, как бы открывал другой персонаж дверь или признавался в любви и так далее. И это сработало. То, что он предлагал это делать достаточно быстро. Это было востребовано. Актеры шли к нему, можно сказать, валом. Между прочим, один из ныне живущих и ныне уже не работающих по возрасту голливудских актеров. Клинт Иствуд – это его ученик. Он учился именно у Михаила Чехова актерскому мастерству. И особенно, конечно, популярным, как вот его экторс-лабораторий, стало после 1945 года, когда Михаил Чехов сам снялся в кино, у Альфа Кэда Хичкока, знаменитого режиссера Голливудского в фильме «Завороженный». Но играл он там не главную роль. Это роль второго плана. Но он за нее был номинирован на «Оскар». И если кому интересно, на YouTube есть это кино. Можно посмотреть. Там в главных ролях играет Грегри Пек. И они, если я не ошибаюсь, там, по-моему, молодая тоже Ингрид Бергман стоит. Они по отношению к нему видно, насколько они деревянные. В тот момент, когда есть сцена, когда появляется Михаил Александр Чехов, он появляется вот в этом образе старика, который вот третий вот здесь. Они там, еще четыре человека, они застыли в этой сцене, а он один такой маленький бегает, обыгрывает все пространство. Это очень видно, насколько он органичный, насколько ему легко все это делать. Он совершенно… Он не деревянный, он живет в этой сцене. Это видно абсолютно до сих пор. А эти звезды кино стоят и только вот голова им поворачивает, наблюдает, как он тут носится. То есть человек совершенно пластичный, абсолютно органичный во всех, совершенно в любых амплуа. И Хичкоп, конечно, это увидел. И, конечно, это увидели очень многие режиссеры, очень многие агенты актерские, которые потом с удовольствием брали тех актеров, которые получили свое образование у Михаила Чехова. И сегодня в Нью-Йорке, кстати, существует школа Ли Страсберг, которую закончили очень многие, опять же, актеры. Но Ли Страсберг, он основывает свои методики все на методике Михаила Александровича Чехова. А он свою методику основывает, естественно, на системе Константина Станиславского. И, кстати, он был знаком, прекрасно знаком с тем, что как раз разрабатывал Нерхольд в своем биомеханическом человеке. И тоже какие-то вещи он взял оттуда для своей работы. Поэтому Голливуд, можно сказать, его актерский, мы говорим, как играют голливудские актеры. Они играют, наученные теми разработками, которые сделали российские театральные деятели, российские такие выдающиеся наши корифеи. И, соответственно, как получается, Голливуд, опять же, стоит на все. На столько мы повлияли на становление... Голливуд здорово повлиял на становление нашего кино. И я хочу рассказать об этих деятелях. То есть, понимаете, звук идет, я очень рада. Надеюсь, меня слышно. Дело в том, что, как видите, приезжали в Голливуд, выходцы из России, работали, они оставались дальше в США, получали гражданство и становились гражданами США. Но есть люди, которые приехали из советской страны в Голливуд, поработали и вернулись обратно в советскую страну. Что вообще в те годы невероятно, потому что искусство курировал лично Сталин. И, конечно, они немножечко пострадали. Но обо всем по порядку. Сергей Зенштейн в 1925 году снял броненосец Потемкин. И поскольку он прекрасно понимал, что фильм на тот момент вообще гениальный, он негативы своих съемочных продал одной немецкой компании. Она продала тоже там другой компании. В результате было напечатано, за рубежом были напечатаны ленты, перемонтированные кому как вообще нравится. И броненосец Потемкин выходил, опять же, поскольку это был договор, везде было написано, что это Зенштейн, выходил, его смотрели в Германии, во Франции, в Англии, его видели. С ним были знакомы. И несмотря на то, что сюжет там по-разному подавался, что сначала было все плохо, потом, ну, то есть как у него, а потом революция именно поэтому, а и наоборот подавали, что вот революция, поэтому червяки в еде. То есть совершенно по-разному монтировали, но, тем не менее, имя Мирхольда, прошу прощения, имя Эйзенштейна, было известно за рубежом и было известно в Голливуде. Я уже упоминала такую женщину, как Мэри Пикфорд, это актриса, но актриса достаточно умная и точная, жесткая, несмотря на ее амплуа, такой девочки-подростка, которую все время там к набят где-то, именно она таких играла, она вместе с Чарли Чаплином и Дэвидом Уорком Гриффитом основала одну из ведущих в Голливуде студии United Artists, и она придумала, что им нужен Эйзенштейн. В 26-м году она приехала в СССР сама, посмотреть, что вообще происходит, что тут за революцией и так далее, и встретилась с ним. Она с ним встретилась и предложила ему приехать в Голливуд и на студии United Artists снять свой любой фильм. Конечно, Эйзенштейн очень загорелся, но здесь есть два момента. Во-первых, он очень сильно не доверял женщинам. Тот приехал, что-то говорит, вообще что-то там решил в начале 20-го века, да вообще он не знал, кто такая, нет, что она замечательная актриса, он, скорее всего, знал, ну какое влияние она имела в Голливуде. А там было именно такое влияние. Я вам скажу больше. Майер, когда основал киноакадемию американскую, которая присуждала премию «Оскар», он сразу в ее состав ввел Мэри Пикфорд, где-то до 35-го, наверное, года, она была единственной женщиной. То есть там огромный список мужчин, режиссеров, продюсеров, актеров, которые решали, кто достоин, и одна единственная женщина, Мэри Пикфорд. Потому что она вот такая. И вот она приехала в 26-м году, ничего не побоялась, приехала, встретилась с ним, сказала, приезжайте и уехала. Ну и уехала. Но Эйзенштейн, конечно, ему очень хотелось. Голливуд, но уехала. И через два года, в 28-м году, приезжает не кто-нибудь, а Иосиф Шенкер. Оказывается, он как раз стал директором United Artists. Он приехал, встретился с Мирхольдом и сказал, что это на самом деле все правда, что его ждут, что собирайся, мы сделаем визу, ты нужен в Голливуде. Вот это было совершенно другое. Мирхольд тут же пошел к своему другу Александрову и Тисе. Тисе тогда занимался операторским мастерством, прекрасный оператор. И они встретились с Луночанским, стали готовиться к выезду. Ну, дальше происходили вообще события, как в кино. Луночарский, конечно, им сделал загранпаспорта, разрешение на выезд СССР, а визы нет. Вот нет визы почему-то. Вот до этого был Луночанг, ходил, он по-русски говорит, конечно, он же русский, все было нормально, уехал вообще, ну, как отрезал, нет никого. Между тем, и у Луночарского ситуация как раз началась такая, он с ними встретился, говорит, я нарком просвещения, вот меня сейчас снимут. Значит, не знаю, какого красноармейца в сапогах, а решит ли он, что вам нужно в Голливуд. Ведь советские кинематографисты, им и так, они и так знают лучше, как снимать рабочий класс, чем въехать в Голливуд. Поэтому либо вы и выезжаете, либо я уже вам ничем помочь не смогу. А визы? Нет. Тогда Александров каким-то образом получает в Германии. Они решили, что они будут дожидаться американской визы в Германии, спешно, пока Луночарский делает выезд, выезжают в Берлин. Слава богу, выехали, приехали в Берлин, ходили по студиям, дожидались визу, смотрели. И, кстати, произошла очень интересная история. Александров, в отличие от Эйзенштейна, очень общительный человек, он со всеми быстро знакомился, и он познакомился, возможно, даже благодаря этому человеку они выехали в Германию, фон Штенберг, Джозеф фон Штенберг, австрийский кинорежиссер, мечтавший о Голливуде, конечно. Как раз Александров с ним ходил по Берлину, они смотрели актеров, а смотрели почему Штенберг собирался снимать фильм, которым он покорит Голливуд. Он очень хотел, у него был сценарий, у него все было, у него не было актрисы на главную женскую роль, а там должна была быть поющая, танцующая, красивая, замечательная. Он попробовал Лени Рифеншталец, сейчас расскажу, кстати, заодно очень интересный человек, и, ох, я вижу, время-то у нас с вами поджимает. Иными словами, тогда давайте вернемся к Голливуду. Иными словами, фон Штенберг привел Александра в один кабак, где пела и танцевала замечательная актриса, и сказала, что он очень хочет ее снимать, но боится к ней подойти, вокруг нее такое количество мужчины, она такая, он даже не мог к ней подойти, не знал, что делать. Александров сказал, так сейчас, подошел, сказал, значит, так, я советский кинорежиссер, здравствуйте, все дела, как вас зовут? Марлен Дитрих. Пойдемте, я вас познакомлю. Таким образом, Штенберг познакомился с Марлен Дитрихом и взял ее в свой фильм, который называется «Голубой ангел», и этот фильм сделал ее звездой. То есть это не без Александрова. Но продолжу, что там происходило дальше. В Германии они посидели, визы из Голливуда нет, из США делать что, и они переезжают во Францию. Во Францию сделал визу им Джеймс Джойс, списался с ним уже Эйзенштейн. Джеймс Джойс и Эйзенштейн, они разрабатывали такое понятие, как внутренний монолог, монолог персонажа в кино, это вообще очень сложный момент. Франция дала, это же все-таки деятели культуры, они приехали, поговорили, но опять визы нет, опять ничего не происходит. Они связывались по телефону с Шенком, с Чарли Чаплиным, с Мэри Пикфорд, кто-то должен был помочь, и они там что-то делали, что-то пытались, но кончились деньги. Так получилось, что жить-то надо на что-то. Тоже очень интересная история. Теперь опять же Александров находит в Париже певицу, артистку, которую звали Мара Гри, а она мечтала покорить Голливуд. Но выезжать из Парижа она не хотела, потому что у нее был замечательный богатый любовник, тоже выходец из России. Мара Гри, это выходец из России, это Мария, ее девичка фамилия Якубович. Соответственно, откуда он ее знал? Ну, у нее, если я помню, какие-то братья работали тоже в России в кинематографе. И она очень мечтала попасть в Голливуд, показать, на что она способна, какая она артистка. И Александров ей предложил все просто, давай мы снимем фильм музыкальный, а тогда это был один из первых музыкальных фильмов, его снимет Мейрхольд, ой, простите, Эйзенштейн. И, соответственно, конечно, Голливуд не сможет не обратить внимания, он сделает это талантливо, напишет сценарий, мы все сделаем, нужны деньги. Она обращается к своему любовнику, ювелиру Розенталя, он выделяет огромную сумму. Все моментально, Эйзенштейн пишет сценарий, Тисе идет на студию Жуан Виль во Франции, в Париже, берет оборудование, в том числе звуковое, ассистентов, и они снимают 20-минутный музыкальный шикарный фильм, сентиментальный романс, прекрасный. Получаешь замечательные деньги за него, что можно еще жить и плыть. И как раз в этот момент происходит срабатывание вот этих вот рукопожатий. Эйзенштейну в гостиницу звонит не кто-нибудь, а Джесси Ласки, генеральный директор про Маунт Пикчерс, и говорит, что по совету Мэри Пикфорд, Чарли Чаплина и так далее, ему порекомендовали, и он готов. Визу он сейчас сделает. Таким образом, Эйзенштейн и Тисе, режиссер и оператор, получили визу в США, а Александров не получил. Ласки не понял, зачем нужен еще один русский. И визу ему не сделал. Эти два отправились на теплоходе, и их встретил никто иной, как Айбер Монтегю, оказалось, что именно он, всем, благодаря ему они все получили. Айбер Монтегю обратилась, судя по всему, Мэри Пикфорд, а этот человек был невероятно могущественный. Он был кинорежиссер, монтажер, человек образованный, но он был еще и британский ворон. У него невероятные связи, и он именно встретил в Нью-Йорке, куда приплыли на корабли Эйзенштейн и Тисе. Он их встретил, тема пожаловать, что Александра не пустили. Они моментально сделали визу. Следующим теплоходом приплыл Александров. Дальше был невероятный прием. Пригласили многих Чарль Чаплина, Мэри Пикфорд и даже, кстати, Мариан Дитрих, которая уже как раз приехала в США, снялась в Глубом Ангеле, и они там уже хотели все это прокатывать. То есть, пока они там мотались, кино уже фон Штенберг уже сделал. И они замечательно и прекрасно въехали, как замечательные такие деятели, въехали в Голливуд и заключили договор с Paramount Pictures. Поскольку со временем у нас здесь очень уже мало, я дальше расскажу все вкратце. у Эйзенштейна с Paramount практически ничего не получилось. Он написал несколько сценариев, пока Александров и Тесе ходили по студиям, смотрели, кто что, как снимает, но это ничего Ласке не устроило. Дело в том, что Эйзенштейн все-таки тоже, как человек советской модели, он предлагал истории, в которых хотел рассказать о том, что деньги это зло. что алчность губит людей. И таких вот золото Зуттера, и стеклянный дом, очень интересную заявку, но для Ласке человек-миллионер и так далее это все казалось какими-то в общем не туда. И Эйзенштейн страшно расстроился. В конце концов они сошлись на том, что он напишет сценарий по недавно вышедшей книге «Американская трагедия Драезра», это как раз опять же такая тема об алчности. И да, Эйзенштейн схватился за эту идею, он подумал, что вот это кино снять можно очень даже клево, и написал сценарий, и он был невероятно принят, потому что на него написал рецензию «Чарльд Чаплин, сам Драезер читал сценарий и сказал, что это человек понял вообще, о чем я пишу. И Парамон стал разрабатывать бюджет фильма, и в этот момент в Сенате США прознали, что в Голливуде работают советские кинематографисты, и началась охота на ведьм. по прессу было запущено несколько статей на тему, что Голливуд вот-вот станет красным, там начинается какая-то коммунистическая зараза, Ласки схватился за голову, сказал, что, конечно, в такой атмосфере невозможно делать вообще никакое кино, не то, что там американскую трагедию, и разорвал контракт с советскими кинематографистами для Эйзенштейна, это было невероятно, это был просто удар ниже пояса, дальше он пытался снимать в Мексике, да, здравствует Мексика, и времени нет, я хотела рассказать, хотя это к Голливуду не имеет никакого отношения, что происходило там, потому что друзья попали в переплет, это было понятно с самого начала, наверное, что ничего не получится, они приехали в Мексику, там достаточно большое коммунистическое движение, тот же самый Диего Рибера, Фрида Кало, они приезжают, а там сменилось правительство и вышло постановление всех коммунистов арестовывать, а то приехали, их всех троих в тюрьму, и советское, кстати, правительство их не вытаскивало, не вытаскивало по той простой причине, что когда про Маунт разорвал с ними контракт, уже Луначарский не работал, из культ промо пришло письмо, что советский кинематографист возвращайтесь домой, но Эйзенштейн не мог вернуться домой, ничего не снял, он приехал, он три года болтался, Париж, Берлин, пожалуйста, Голливуд, а фильма нет, и он, естественно, не мог просто, ну никак, и когда уже в Мексике их посадили в тюрьму, за них, один телефонный звонок уже и там был положен, за них развернули компанию в прессе Чарли Чаплин, Мэри Пикфорд, Бернард Шоу, то есть деятели кино и искусства театра американского, и действительно их выпустили, их выпустили, и они даже нашли продюсеры, стали снимать кино, но это все понятно было что ничего не получится. Синклер, продюсер, который им нашли, в какой-то момент перестал телефонограмму от Сталина о том, что люди, с которыми он работает, они уже практически в своей стране вне закона. Если они буквально вот не вернутся сейчас, они будут невозвращенцами, а он вообще не сможет прокатать это кино нигде, ни в СССР, ни в сателлитах этой страны. И Синклер, уж не знаю, как ему так донесли, он испугался и прекратил финансирование. Тут же посадили наших советских кинодеятельных теплоход и отправили в СССР. Он обещал, что пришлет отснятый материал, следом он ничего не прислал. Материал мы получили, наша страна получила в 70-х годах, это «Да здравствует Мексика» фильм. И я буквально на несколько еще секунд вас задержу, расскажу, что происходило, когда наши замечательные кинодеятели вернулись обратно. Сталин запретил им работать в кино. Всем троим. Вообще, хоть идите на завод. Было выпущено секретное директиво, ни Эйзенштейна, ни Александрова, ни Тисе. киностудиям близко не подпускать. Они оказались просто в нигде. Но дело в том, что снимать кино многие уже могли, очень сложно было монтировать. Во-первых, оборудование не везде, пленка дефицитная, надо было порезать, сделать, сделать правильный монтаж. И первое, что начинает делать Эйзенштейн в Москве, он начинает ходить по студиям, предлагать себя в качестве, что называется, черного монтажера. Вы не пишите в титрах ничего, у меня только за деньги я его смонтирую. То есть есть куча второсортных фильмов той эпохи, которых смонтировал Эйзенштейн, потому что ему нужно было на что-то жить. А потом точно так же он прекрасно понимал чувство композиции кадра, рисовал, поэтому он точно так же устроился кинооператором на некоторые проекты и стал снимать, хотя Сталин сказал нет. И существует даже такая директива, она осталась в истории, когда Сталин писал Каганович. Обратите внимание на Эйзенштейна, старающегося через горького, кершона некоторых комсомольцев пролезть вновь в главные кинооператоры СССР. Если он благодаря ратозейству Кульпропа добьется своей цели, то его победа будет выглядеть как премия всем будущим дезертирам. Дезертирами считал Сталин этих трех вернувшихся из Голливуда кинематографистов. И все-таки конечно за них заступались. Но все произошло не так, как предполагалось. Эйзенштейн вызвал Сталин к себе не его, а Александрова. И ему предложил стать первым кинорежиссером СССР и делать фильмы в стиле в духе Голливуда. И конечно Александров согласился, он прекрасно понимал, какие там фильмы, что это можно делать здесь. Но он и за Эйзенштейна конечно заступился, он сказал, все-таки мой учитель, как же так. Ну раз учитель, Эйзенштейну предложили как раз вести режиссуру, тогда появился в ГИК только-только, и он начал вести режиссерский мастерский в Афгике. Вот так постепенно из-за палы вышли эти три наших кинематографистов, на которых безусловно повлиял Голливуд. Мы все знаем, что дальше происходило с Григорием Александровым, который сделал из «Любови Орловой звезду такую же, как и голливудскую, по тем же лекалам и так далее. И благодаря тому, что он конечно заступался за Эйзенштейна и ему дали снимать Ивана Грозного, на который тоже там декорации и так далее. Все это. То есть, как видите, такой небольшой итог. Наши соотечественники, бывшие кинодеятели нашей страны серьезно повлияли на Голливуд. Но и Голливуд, конечно, не без этого. Тоже очень сильно повлиял на советское кино, на деятелей советского кино. и такая вот взаимопроникновение, конечно, оно даже во времена Железного Зануэса, оно, конечно, очень помогло создать нашим кинодеятелям действительно настоящие какие-то произведения киноискусства. Собственно, все. Я не ожидала, что я так надолго вас задержу. Если было интересно, сигнализируйте. Если вам интересно что-то еще про кино и какие-то есть предложения, я с удовольствием можно рассказать о списке тех фильмов, которые являются наследием отечественного кинематографа. и пожалуйста, спасибо большое, пожалуйста, пишите, если у вас есть какие-то пожелания. Я, в общем-то, толком нигде не выступаю. Единственное, что в феврале я начну читать курсы истории кино в университете именно Косыгина, классический курс истории кино мирового. В общем-то, больше нигде. Но на этой площадке, на площадке Директ, я могу предложить еще несколько разных интересных историй. Я бы как сценарист назвала их именно так. Да, это истории, истории кино. И, в общем-то, спасибо большое, что вы были со мной, что послушали, как это все происходило. На этом, собственно, мое выступление сегодня заканчивается. Продолжение с удовольствием. Может быть, у вас есть какие-то, если идеи, темы, пожалуйста, да. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. Да, я обязательно приду на Директ. Всего вам доброго. До свидания. Меня зовут Светлана Королева. Я киносценарист, драматург, режиссер. С удовольствием расскажу что-нибудь еще. Спасибо. Спасибо.